Итак, мои дорогие друзья, вы изучаете просто, как и чего. Потому что если мужчина решил, что у меня жена такая мягкая, нежная, податливая, это очень опасное решение. Потому что если ты копнешь поглубже, будет такой же скач, что тебе мало не покажется. Когда это происходит? Вот, допустим, мужчина вывел женщину из равновесия. Она, в общем-то, и не хочет выходить из равновесия. Просто ей, чтобы прийти в себя, нужно недели-две. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Черном море, Анапа. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Мужчина уже 10 раз как бы забыл о том, что произошло вообще. Он говорит, слушай, когда ты со мной разговаривать будешь? Она не может просто. У нее скулы сводят при одной мысли, как бы, что с ним надо разговаривать. И он думает, блин, что такое вообще, что за жара пошла? И он не может нормально жить, потому что, как бы, человек в таком состоянии рядом ходит. И он думает, блин, опасный человек вообще. Мне, наверное, что-то несовместимость какая-то у нас. Может, мне не та женщина досталась. Везде женщины-то очень нежные. Везде одинаковые. Ты просто слишком глубоко не копай, а то потом мало не покажется. Если женщину, как бы, мучить, выводить из равновесия, то потом будет жесткать. Она сама, понимаете, не хочет так себя вести, но она ничего не может сделать с собой. Если женщина обиделась, она будет обижена, говорит, долго. Почему? Потому что психика очень медленно меняется, ей очень трудно заставить себя не обижаться. Ну, то есть, внутренний психический цилиндр у женщины очень жесткую природу имеет, очень категоричную. Или, допустим, женщине, она осеклась на ком-то, допустим. Допустим, она общалась, общалась с кем-то, и кто-то ей очень сильно, глубоко, как бы, по мозгам дал. Дальше что будет? Ты хоть убейся, ей объясняй, что это хороший человек. Она говорит, для тебя хороший, вот ты с ним и общайся. А я не буду. Понимаете? Или мужчина, допустим, он с кем-то не поладил, и пошла искра, допустим. То есть, идёт война. Но потом они могут любить друг друга, когда успокоились. Но женщина, она не сможет уже общаться с тем человеком, с которым не могла общаться практически никогда в жизни. Ну, то есть, ей, если её задели за глубину, ей вернуть ситуацию назад очень сложно. То же самое касается и мужа. Ну, то есть, если он её задел за слишком глубоко, потом ей вернуть назад отношения, чтобы опять полюбить его, нежно относиться, нужно несколько лет, может быть. Мужчины удивляются. Когда я верну к себе свою жену? Вернёшь когда-нибудь. Ну, то есть, женщина, может быть, и не против вернуться, но она не может, потому что она обожглась очень сильно. Мужчина уже всё простил, принял, потому что у него внутри он очень мягкий, податливый человек по природе. Может простить, принять, всё. Когда у неё психика успокоилась чуть-чуть. Но женщина, если она глубоко сильно пострадала, то ей вернуть всё назад очень сложно. Нужны годы, чтобы она привела себя в порядок в этих отношениях. Это всё надо знать, мои дорогие друзья, если вы не знаете. И поэтому защита женщин – это очень важный вопрос. Защита в чём? В том, чтобы они психически не ломались. В том, чтобы их психика не выходила слишком глубоко из равновесия, потому что потом проблемы у всех возникают.